Информация об отставке Владимира Ефимова и возвращении на пост лидера местных единороссов Виталия Лихачева просочилась в СМИ задолго до 14 декабря. Аналитики видели в этом руку губернатора. И действительно, выступая на конференции, Сергей Баженов четко обозначил задачи на предстоящий период как для правительства региона, так и для самих партийцев. Главное из них – выборы мэров и городских дум Волгограда и Волжского в сентябре 2013 года. Здесь не обошлось без некоторой сенсации, а сам Баженов проявил себя как мастер выстраивать системы издержек и противовесов. Для того, чтобы результаты были хорошими, нам надо сплотить ряды, консолинировать усилия, может быть, иногда несколько умерить собственные амбиции во имя и в интересах дела. Обсудить, принять решение, исполнить решение, держать слово и смотреть друг другу в глаза – это основная задача. И я считаю, что мы правильно принимаем решение. У нас за подготовку и проведение выборов от партии в городе Волгограде будет нести ответственность, полноценную ответственность главе Юрий Славович Ефимов. Он и поведет наших партийцев на выборах в городе. Он будет готовить и проводить все действия, связанные с победой партии «Единая Россия» на выборах в городе Волгограде. А наш товарищ, товарищ Лихачев, Виталий Лихачев, который дальше поведет в бой наших партийцев в городе Волгограде. Что касается самой процедуры передачи полномочий, то она прошла быстро и даже как-то буднично. Виталий Лихачев, Волгограде – это большой коллектив, поэтому Виталий Лихачев во всем будем помогать, как секретарю. Надеемся… Да, Виталий Лихачев, вам слово. Спасибо огромное за поддержку. Оправдали, да? Вместе, только вместе. Спасибо. Вместе Виталию Ильхачеву придется работать с новым составом полицовета регионального отделения партии. Он обновился почти на треть. В состав полицовета вошел и губернатор Баженов, и многие из его окружения. Так, секретарем ЦИК Река отделения Единой России стала советник губернатора Мунира Шабанова.